Огненное зарево переполошило половину Благовещенска. Первыми около восьми вечера его заметили жители ближних домов. Евгений Селин вышел на балкон развешивать белье. Увидев горящий барак, сразу вызвал пожарных. Буквально за 10 минут один второй дом просто подхватило. Весь пожар начался буквально из-за построек, которые хранят там уголь, дрова все. Ну не знаю, из-за чего они загорелись, конечно, но это все моментально произошло. Моментальное распространение огня обеспечил ветер, разгулявшийся до 19 метров в секунду. Прибывшим на место ЧП через семь минут огнеборцам пришлось тушить уже четыре дома, три жилых. В одном взорвался газовый баллон. 34 огнеборца с помощью пяти спецмашин сбили открытое пламя только к десяти вечера. Полностью устранили пожар через три часа. Он, заверяют местные жители, далеко не первый. Здесь давно боятся огня. Не знаю, такое ощущение, что кого-то то ли поджигают, то ли что. И мой дом вот так же погорел. У меня вообще в дождь он горел. А сейчас просто ветер. Ну зачем как бы в такой момент поджигать, тоже непонятно. Невзирая на все усилия пожарных, без крова остались три семьи. Виной произошедшему злой умысел или случайность выяснить еще предстоит. В результате пожара сгорел один нежилой дом и три жилых дома. На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску, а также специалисты пожарной лаборатории, которые выясняют причину пожара. По словам очевидцев, огонь начал распространяться с территории нежилого дома. Обитатели жилых разместились у друзей и знакомых. Городские власти готовы оказать помощь. Погорельцев просят обращаться в жилищный центр. Его адрес и телефон вы видите прямо сейчас. Наталья Бернацкая, Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа Город.